Привет, друзья! В этом видео я хочу, чтобы мы разобрали пару задач на летальные гены. Летальные гены – это такие гены, которые вызывают гибель эмбрионов при определенном соотношении в генотипе. Обычно это гомозиготные рецессивные. Нужно, чтобы это был гомозиготный рецессивный генотип, чтобы произошла гибель эмбриона. Но это не обязательно. В задаче обязательно будет сказано, при каком соотношении аллелей в генотипе будет происходить гибель эмбрионов. Главное внимательно это увидеть и учесть при подсчете потомков, ну и при составлении формулы скрещивания. Ну не будем долго размышлять, поехали, читаем условия. У овец в гомозиготном состоянии ген серой окраски вызывает гибель эмбриона. В первом скрещивании между собой овец с серой окраской шерсти рогатых, часть потомства получилась черной шерстью без рогих. Во втором скрещивании между собой овец с серой окраской шерсти рогатых, гомозиготных, получилось потомство с серой окраской шерсти рогатая и с черной окраской шерсти рогатая в соотношении 2 к 1 гены не сцеплены. Составьте схему решения задачи, определите генотипы, фенотипы и так далее. Итак, читаем внимательно первую строчку. У овец в гомозиготном состоянии ген серой окраски вызывает гибель эмбриона. Во все задачи ни словом не обмолвились о том, какой именно ген является доминантным, а какой рецессивным. Но, тем не менее, нам сказано, что в первом скрещивании между собой овец с серой окраской шерсти, часть потомства получилась там с черной окраской. Если у нас из овец с серой окраской выщипалось потомство с черной окраской, ну значит серая окраска это доминантная. Потому что если бы серая окраска была рецессивной, и в ее случае вот серая окраска была рецессивной, и еще и все потомство гибло, в случае этого рецессивного гомозиготного потомства, то мы явно не могли бы их скрестить между собой. Поэтому мы смело делаем вывод, что А большое это серая окраска, а малое это черная. Дальше по рогатости. Мы скрещивали между собой серых рогатых и получили в потомстве черных и безрогих, в том числе, часть потомства. Если среди рогатых у нас выщипались безрогие, значит рогатые доминируют. В большое рогатые, В малое безрогие. Составляем формулу скрещивания. Их здесь будет несколько. Так вот, один. И пока что вот на этом остановимся. Итак, скрещивали овец серой окраской, рогатых и получили черной окраской и безрогих. А значит, значит гетерозиготные особи по обоим признакам. А большое, А малое, Б большое, Б малое. А, да, кстати, вот тут мы не написали, что А большое, А большое это гибель эмбрионов. Это нам сказано в первом предложении. И скрещиваются они точно с такими же. А большое, А малое, Б большое, Б малое. Четыре типа гамет образуются классически, прямо как по третьему закону Менделя в этом, у каждой из этих особей, А большое, А малое, Б малое, А малое, Б малое. И вот сюда точно так же. Составляем решетку пинета. Решетка пинета классическая, такая здоровая решетка пинета. Такая вот здоровая. Не влазит никуда. Вот так вот будет. Так. Два, Три, И четыре. Все. Готовы писать. По горизонтали гаметы отца. А большое, О, сильно ровно сейчас получится. А большое, Б большое, А большое, Б малое, А малое, Б большое и А малое, Б малое. По вертикали матери они абсолютно такие же. А большое, Б большое, А большое, Б малое, А малое, Б большое, А малое, Б малое. На пересечении получаем какие-то генотипы, но сразу же первым делом бросается в глаза, что вот эта вот оса будет у нас гибельная, потому что не А большое, А большое, Б большое, Б большое, ну собственно А большое, А большое вызовет гибель ту самую и вызовет. А большое, А большое, Б большое, Б малая тоже гибель эмбриона, здесь вот тоже будет гибель эмбриона, А большое, А большое, Б большое, Б малая, и А большое, А большое, Б малая, Б малая. Больше никто здесь погибнуть не должен, поэтому выписываем. Так, вот это будет серая и рогатая. Серая и рогатая. А А малая, Б большое, Б малая, тоже серая и рогатая. А А малая, Б большое, Б малая, тоже серая и рогатая. А, А, МАЛая, Б, МАЛая, Б, МАЛая, серая, но безрогая. Дальше. А М 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 БМ, черная и рогатая, АМ, БМ, серая и рогатая, АМ, БМ, серая и безрогая, АМ, БМ, черная и рогатая, АМ, БМ, черная и безрогая. Давайте выделим черных безрогих, вот они, черные безрогие, один он, дальше черные рогатые, серые безрогие, раз, два, все остальные у нас серые рогатые, хорошо, с этими разобрались. Во втором, скрещивание между собой овец с серой окраской шерсти рогатых гомозиготных, серая окраска шерсти и рогатые гомозиготные, вот они. Раз, два, например. Все остальные серые и гетерозиготные, вот они, по центру расположены. Итак, вторая формула скрещивания родители. Скрещиваем мы между собой. А большое, А малое, Б большое, Б большое. Скрещиваем с А большое, А малое, Б большое, Б большое. Два типа гомет, А большое, Б большое и А малое, Б большое. Не ленимся, составляем решетку пинета для F2. Раз, два, я не знаю, как там буду на своем лице писать. Такс, чуть-чуть приподнимемся. И так, по горизонтали гометы отца. А большое, Б большое. А малое, Б большое. А большое, Б большое, А малое, Б большое. На пересечении. А большое, А большое, Б большое, Б большое, Б большое. Так, этот, этот, с этим все в порядке. А большое, А малое, Б большое, Б большое. А большое, А малое, Б большое. Вау, многовато за газюрик, Б большое. А малое, А малое, Б большое, Б большое. И вот, читаем. Во втором скрещивании между собой овец серой окраской шерсти рогатых гомозиготных Получилось потомство с серой окраской шерсти рогатая и черной окраской шерсти рогатая в соотношении 2 к 1. Вот оно, с серой окраской шерсти рогатая, серая рогатая, и черная рогатая в соотношении 2 к 1. Определите генотипы родительских особей, сделано. Генотипы и фенотипы возможного потомства, генотипы сделали, фенотипы тоже везде подписали. В скрещиваниях объясните фенотипическое расщепление потомства в двух скрещиваниях. Объясняем мы фенотипическое расщепление потомства, вот это вот, вы тоже все расщепление распишите, сколько там, с каким фенотипом получилось, особей, и скажете, что такое расщепление получилось, потому что особи с вот этими генотипами, они вылетели из расщепления из-за гибели эмбрионов. Потому что в случае с вот таким вот, а большое, а большое, гомозиготным по этому признаку генотипом, в этом случае происходит гибель эмбрионов, а значит из решетки, из итоговых 100% вылетели эмбрионы с вот этими генотипами. Поэтому расщепление в первом скрещивании вот именно такое у нас получилось. Сколько здесь получается? 3, так, 6 к 3, к 2, к 1, нестандартное. А во втором получилось тоже 2 к 1, тоже нестандартное. Все, с этой задачей мы закончили, переходим к следующей. У кур встречается сцепленный с полом летальный ген амалая, вызывающий гибель эмбрионов. Гетерозиготы по этому полу жизнеспособны. Скрестили нормальную курицу с гетерозиготным по этому гену петухом, у птиц гетерогометный пол женский. Составьте схему решения задачи, определите генотипы родителей, полы, генотипы возможного потомства, вероятность гибели эмбрионов. Так, сцепленный с полом летальный ген амалая вызывает гибель эмбрионов. Гетерозиготы жизнеспособны. Если речь вообще идет о гетерозиготах, значит, определенно ген сцеплен с Х-хромосомой. И при генотипе Х-амалая Х-амалая происходит гибель, при генотипе Х-амалая У тоже происходит гибель. И напоминаю, прямо вот сейчас красным напомню, что у птиц гетерогометный женский пол. То есть, когда у нас есть У-хромосома, значит, это курица, а не петух. Составляем формулу скрещивания. Скрестили нормальную курицу с гетерозиготным по этому гену петухом. Если курица нормальная, значит, ее генотип Х-а-большое У, ее скрестили с гетерозиготным по этому гену петухом. Его генотип должен быть Х-а-большое, Х-а-малая. Он сам по себе здоров, но является носителем вот этого вот гена, который вполне может вызвать гибель кого-то из его потомства. Трагично, но что поделать. Х-а-большое и У, получается, гаметы у самки. И Х-а-большое, Х-а-малая у самца. Составляем решетку пинета. По горизонтали гаметы самца. Х-а-большое, Х-а-малая. По вертикали гаметы самки. Х-а-большое, У. Смотрим, кто получится на пересечении. Х-а-большое, Х-а-большое. Все нормально, жизнеспособный петух. Х-а-большое, Х-а-малая. Тоже жизнеспособный петух. Х-а-большое, У. Жизнеспособная курица. А вот этой повезло меньше. Х-а-малая, У. Подпишем, какие у нас здесь. Вот это вот самец и это самец. Правда, розовым. Ну ладно. И самки две. Так, составили схему решения задачи. Определили генотипы родителей. Есть. Пол и генотипы возможного потомства. Есть. И вероятность гибели эмбрионов. Вот она, 25%. Одна из четырех ячеек. Это вероятность гибели эмбрионов. То есть, если у нас так уж получится, что появится самка рецессивная и с рецессивным вот этим ваталелем, то в эмбриональном развитии она погибнет. На этом все с задачами на гибель эмбрионов. Они, как видите, ну довольно просты. Никаких затруднений вызвать не должны. Главное, когда будете писать на черновике себе большими галочками, если у вас будет решение задачи на вот такой тип, то есть на куриц каких-нибудь или любых других птиц, канареек и так далее, всех, кого там любят в составителе этих задач, жирно себе сбоку напишите, какой пол женский, какой мужской, чтобы вы при анализе потомков потом нигде не запутались. И обязательно большими-большими там где-нибудь себе сбоку тоже напишите, какие генотипы вызывают гибель эмбрионов в соответствии с условием задачи, чтобы тоже не забыть их вычеркнуть при анализе потомства. На этом все. Я надеюсь, что вопросов с этими задачами, вопросов в решении этих задач у тебя никогда не возникнет. Все они будут решаться как по маслу, и все будет хорошо. Желаю тебе удачи. Увидимся в следующем видео. Пока.